добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры рад вас видеть первый день наступившей неделе у нас с вами сегодня презентация компания skyway capital и если есть возможность если скажем так легко себя чувствовать при работе с квалиатурой поставьте пожалуйста ключики если вы меня слышите видите хорошо я вижу что у нас сегодня появились люди восточных и кругов российской федерации да то есть из город боговещенск рад вас видеть николай суть сегодняшнего мероприятия как и предыдущие которые были на прошлой неделе на предыдущей неделе это донести информацию до новых людей о том что из себя представляет проект группы компания skyway что из себя представляет сотрудничество с компанией skyway capital какие позитивные моменты вы можете для себя подчеркнуть какие выгоды вы можете получить от этого взаимодействия от этого сотрудничества да то есть презентация это по сути дела знакомительная информация которая у новых людей у тех кто решил разобраться подробнее может либо выявить интерес да чтобы больше узнать о нашем проекте потом в дальнейшем взаимодействовать с нами с теми людьми которые вас пригласили в данный проект либо может быть остановиться по своей стороне а может быть просто сказать что вам это не интересно сразу хочу сказать что те люди которые проводят у нас вебинары ну не могу говорить за всех могу сказать за себя да мы не обладаем способностями гипноза то есть не занимаемся эвакированием мы просто говорим о том что сегодня мы имеем в нашей жизни то что мы можем предложить есть огромное количество людей которые уже данную информацию пользуют положительное направление для себя для своего окружения вот либо есть тоже не маленькая армия которая ознакомилась данным проектом 14 15 16 году кто-то из них позже присоединился к нам а кто-то до сих пор стоит стороне скажем так в ожидании того что это не сработает но тем не менее у нас каждый день появляется все больше информации больше доказательств того что мы уже близки к реализации проекта под названием skyway небесной дороги поведение данной технологии на мировой транспортный рынок и наша презентация она по сути дела построена из двух частей первая часть это краткий уже рассказ о технологии да и вторая часть непосредственно инвестиционные предложения компании skyway capital то есть те предложения которые могут позволить на сегодняшний день вам почувствовать себя более уверен в направлении вашего финансовой стороны жизни да и недалеком уже будущем эту сторону значительно улучшить то есть приумножить как мы говорим да в разы и так коллеги технология skyway либо небесных дорог так она называется да то есть это новая инновационная транспортная система работа над которой в далеких 70-х годах прошлого столетия начал российский советский белорусский инженер анатолий дарыч юницкий вот сегодня компания skyway capital именно презентации которые вы присутствуете занимается очень важным вопросом способствует реализации данной технологии посредством работы на информационном поле и на поле привлечения инвестиций целью реализации данного проекта как и любая другая компания которая работает на международном рынке у группы компании skyway а непосредственно компании skyway capital есть своя миссия вот эту миссию в принципе сейчас можете прочитать на экране звучит она достаточно просто это привлечение инвестиций с целью финансирования проекта по созданию и совершенствованию экологически безопасных транспортно-инфраструктурных технологий и практическая реализация данных технологий вот в этом направлении сегодня работает компания skyway capital ну и в принципе на данном слайде вы можете видеть объяснение тому почему скажем так назрела данная использование данной технологии почему этот вопрос стоит остро потому что данная технология имеет огромное количество преимуществ по сравнению с теми транспортными технологиями которые для нас стали уже привычны если говорить именно о транспортных технологиях то это автомобильный транспорт со всей его инфраструктуры от момента производства автомобилей до их конечной утилизации то есть это огромное количество заводов конструкторских бюро там бензозаправочных газозаправочных станций до ста тех структур которые регулируют движение и так далее так далее то есть огромное огромное количество предприятий компаний которые имеют отношение к транспорту автомобильному. Второе направление, точнее, вторая транспортная система, железнодорожная, тоже со всей инфраструктурой, она тоже не менее занимает по объемам денег, человеческих ресурсов, объемам проводимых работ, чем автомобильный транспорт. То же самое касается водного транспорта, речного, морского и то же самое касается воздушного транспорта. То есть есть 4 транспортные системы, которые человечество использует все уже давно более 100 лет. Какие-то тысячи лет. Но технология, о которой мы с вами будем говорить, касается в большей степени транспортной технологии. Но если говорить о струнном транспорте, о струнных технологиях, то это гораздо более широкий спектр применения, чем просто транспорт второго уровня, о котором мы говорим где-то 90% своего времени, когда рассказываем о технологии Юницкого. Струнные технологии также подразумевают применение их в сфере строительства. Это высотные здания и здания коттеджного типа. Это строительство мостов по струнных технологиях. Это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов, аэродромов. Все эти инфраструктурные объекты, которые будут строиться по данным технологиям, позволяют, во-первых, ускорить время возведения данных объектов, второе, сэкономить огромное количество строительных материалов и третье, наверное, немаловажное, увеличить срок службы данных объектов значительно по сравнению с теми, которые мы используем, построены по другим технологиям. Также к струнным технологиям можно отнести строительство струнных портов, которые могут быть вынесены в естественные глубины в акватории морей, океанов и озер. И к струнным технологиям у нас сегодня еще относятся струнные ограждения, которые тоже разработал Анатолий Дарчевницкий. И, кстати, на целом ряде международных форумов, которые прошли в 2016 году, одной из экспозиций на наших стендах был именно охранный модуль струнных ограждений, то есть то, что готово к применению уже сегодня. И есть уже заинтересованные структуры, которые посматривают на данную технологию для того, чтобы в дальнейшем разобраться до конца и применить ее для охраны тех объектов, которые надо охранить. Преимуществ, как я вам сказал, достаточно много. То есть данную технологию признали инновационно не только сам Юницкий, не только мы, кто сотрудничает, кто работает в данной компании, но и огромное количество специалистов мира транспорта, мира финансов, кстати, мира, скажем так, коммуникаций на различных международных форумах. Данная транспортная система значительно более экологична, чем любой другой вид транспорта, который мы с вами используем. Высочайший уровень безопасности в первую очередь, благодаря тому, что у нас будет отсутствие пересечения, скажем так, данного транспорта с другими видами транспорта, будут отсутствовать перекрестки, не будет, скажем, такой складывать ситуации, что струнный транспорт будет пересекаться с потоками людей-пешеходов, с дикими животными, с домашними животными, которые иногда перебегают дороги различные и железные, автомобильные и так далее. То есть все это говорит о том, что безопасность транспортной системы Юницкого в тысячи раз выше, чем автомобильного транспорта, там сотни раз, чем железнодорожного и так далее. Высокая скорость перемещения транспортных средств. То есть транспортные средства, которые будут перемещаться по технологии, разработанные Юницким, грузовой транспорт до 120 км в час, городской по мере необходимости от 50 до 150 и высокоскоростной транспорт до 500 и даже, говорят, и выше, потому что постоянно совершенствуются технологии, постоянно ведутся работы. Значительно более комфортное перемещение, как людей, которые будут находиться внутри транспортных средств, потому что снижен уровень вибрации, снижен значительный уровень шума, как при передвижении транспортных средств в исполнении для перевозки пассажиров, так и грузового транспорта. Значительно более дешевая стоимость строительства дорог, потому что экономится, как я вам говорил, огромное строительство материалов. Так как мы строим все-таки над землей данную дорогу, и она может быть поднята над землей на несколько десятков сантиметров или на несколько десятков и даже сотен метров, все равно на пути встречаются различные водные преграды, неровный, скажем так, рельеф местности, холнистая местность и так далее. Так вот, данная технология позволяет экономить нам на строительстве мостов, заведения насыпи и так далее. Это огромное количество земляных работ. То есть железобетон, если говорить на километре строительства дороги по технологии Skyway в сравнении с высокоскоростной железнодорожной магистралью, то есть до 20 тысяч кубов бетона только на километре выигрывается. На столе от 500 до 750 тонн на километре. То есть вот о каких выгодах мы с вами говорим. В дальнейшем при использовании данных дорог ее использование, точнее, значительно дешевле, чем опять же те транспортные системы, которые мы с вами используем. Я думаю, большинство из вас видят периодически картину в ваших регионах, где вы проживаете, ну, по крайней мере, крупные города. Да, перестилается там раз в три года центральной магистрали, асфальт срывается, настилается новый. Перестилаются железнодорожные пути, потому что, скажем так, бывает, подсыпают подушку, там меняют сами рейсы и так далее, и так далее. Здесь, как заявляет генеральный конструктор Анатолий Дарчевницкий, данные дороги единожды построены, будут служить человечеству более 100 лет. Это тоже очень важно. То есть амортизационные расходы минимальны. Ну и есть еще одна замечательная возможность, если мы, скажем так, отодвинем преимущества, касаемые транспортной сферы, немножко шире взглянем на данный проект. У каждого человека, который разберется в информации, сегодня предоставляется возможность на выгодных условиях стать совладельцем данной технологии, по сути дела, совладельцем компании, выкупив какое-то количество долей. Об этом мы с вами немножко впереди поговорим. Ну а сейчас, чтобы понять, что из себя представляет данная технология, хочу вам включить ролик непосредственно о технологии, разработанной Анатолий Дарчевницким. Он займет немного времени, всего где-то минуты 4-5. И дальше мы с вами продолжим. Продолжение следует... 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 Большое участие в создании данного полигона принимал губернатор Красноярского края на то время господин Лебедь. Спасибо ему. За время существования полигона в подмосковном городе Озеры было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик. Данная технология была продемонстрирована миру, потому что целый ряд специалистов из большого количества государственных структур, имеющих отношение к транспорту, посещали данный полигон. Были международные делегации, которые приезжали посмотреть, что из себя будет представлять транспорт недалекого будущего. До того, что на данный момент, во время существования полигона, были заключены целый ряд контрактов на строительство дорог по данной технологии, которую разработал Юницкий. И, казалось бы, все идет к тому, чтобы данная технология была реализована, потому что второй раз Организация Соединенных Наций выделила денежные средства на реализацию технологии, то есть был получен второй грант ООН. И в 2009 году данная технология была представлена президентом Российской Федерации Дмитрию Медведеву на госсовете губернатор Ульяновской области господин Морозов предложил внести данную технологию в список критических, которые необходимо развивать на территории Российской Федерации. Ролик об этом вы можете найти в интернете, как и большое количество роликов на нашем канале, которые рассказывают о том, что о технологии в этот промежуток времени много говорили. На центральных каналах телевидения, на региональном телевидении были целые тематические передачи в различных средствах массовой информации. То есть всю эту информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, на ресурсах сайта www.unitsky.com. И, казалось бы, после демонстрации президента страны, технология должна пойти, как говорится, в гору, и она должна начать использоваться. Тем более контракты уже были заключены. Но, к сожалению, через неделю после данного госсовета технология, точнее, полигон в подмосковном городе Озера был развален, по сути дела, напрочь. То есть от него практически ничего не осталось. Но, по сути, это, наверное, была борьба государственных монополий, имеющих отношение к транспорту, с конкурентом, который, по сути, не родился. Он только-только начинал зарождаться. Важно, что Юницкий не опустил руки. Важно, что, скажем так, Юницкий продолжал работать на технологии, продолжал вести переговоры с людьми мира бизнеса, с чиновниками разного уровня. И сегодня мы находимся где-то с 2010 года, по сегодняшний день, на четвертом этапе развития технологий. После многочисленных переговоров с разными людьми, как я вам сказал, и чиновничество, и мир бизнеса, Юницкий принял решение оценить свою технологию. Она была оценена в 400 с лишним миллиардов долларов США. То есть на основании всего того, что он на тот момент проделал, европейские независимые агентства и компании оценили интеллектуальную собственность Юницкого в такую сумму. И на основании этой интеллектуальной собственности было зарегистрировано предприятие Великобритании. И после этого Юницкий, пообщавшись с людьми, которые сказали, что мы вам поможем привлечь денежные средства, решил обратиться к тем, кому нужна данная технология, кому нужны дороги и высокоскоростные, и комфортные, и более доступные по цене, и безопасные, экологически чистые. То есть фактически к нам с вами. Потому что есть огромное количество людей, у которых есть большое количество денег, и в принципе их транспортные проблемы решены. Потому что они в любой момент могут перемещаться по воздуху, иметь свои вертолеты, самолеты и так далее. И чиновники высокого уровня, как правило, ездят с синими ведрами на крышах. Ну, в той стране, в которой живу я, по крайней мере, это делается так. Все дороги перекрываются, они достигают своей цели и назначения очень быстро. У обычных людей, как правило, с транспортом всегда есть сложности. Его нельзя назвать комфортным, его нельзя назвать безопасным. Его можно даже назвать вредным для здоровья, в большинстве случаев, особенно, скажем так, для жителей крупных городов, если они перемещаются, например, в метро, где при достаточно невысокой скорости перемещения, единственное, нет пробок. И в большинстве случаев вы действительно можете быстро пересечь город из одного конца в другой. Именно поэтому в Москве огромное количество людей пользуются метро. Но и не только в Москве, и в многих мегаполисах. Так вот, 13-й год регистрации предприятия, 14-й год начала привлечения инвестиций посредством краудинвестинга. То есть, людям было предложено приобрести любую часть долей компании. То есть, они могли по тому количеству денег, которые могут себе позволить инвестировать в данный проект, стать совладельцами данной компании. То есть, Юницкий делится своей интеллектуальной собственностью, своей, точнее, долями в своей компании с любым человеком, который сегодня принимает решение сотрудничать с нами и развиваться в данном проекте и помогать нам реализовывать данную технологию. Анатолий Дарыч Юницкий, вы сейчас его видите непосредственно на экранах, человек, который родился на территории бывшего Советского Союза, в Белоруссии. Мы его называем российским, белорусским, советским ученым, изобретателем, предпринимателем. То есть, во время своей жизни, да, он занимался различными видами деятельности. Работал сначала инженером транспорта, потом был и конструктором, и человеком, занимающимся, скажем так, и трудящимся в направлении патентного права изобретательства, потому что второе высшее образование именно в этом направлении. Третье высшее образование, которое у него есть, это проектирование и строительство высотных зданий, инфраструктурных сооружений. То есть, все три своих образования сегодня он реализовывает на практике свои технологии. Как я вам говорил, на первом этапе развития он стал членом Федерации космонавтики СССР. За все время у него более 140 различных изобретений, 18 монографий, более 200 научных работ, в большинстве из которых вы можете познакомиться на его сайте www.unitsky.com. Человек, который известен в мире науки, техники, транспортной отрасли. Потому что свои технологии, например, на третьем этапе принимал участие во многих форумах, посвященных транспортной сфере, и на этих форумах получал большое количество дипломов, наград, золотых медалей, кубков и так далее, и так далее. То есть технология была отмечена на различных форумах. На данном слайде вы видите неполный перечень тех структур, которые давали свою экспертную оценку технологий во время существования полигонов в подмосковном городе Азии. Во-первых, это Институт проблем транспорта, Российская академия наук, это Организация обменных наций, мы про нее уже говорили, это Российская инженерная академия, Министерство экономики транспорта Российской Федерации, Гострой России. То есть структуры, в которых работают специалисты, касаемые непосредственно транспортной сферы, и они видели и перспективу, и преимущество данной технологии по отношению ко всему тому, что мы с вами имеем на сегодняшний день. На данном слайде вы видите уже события 2016 года. Буквально за две минуты постараюсь рассказать, что было в 2014 и в 2015. 2014 год – начало привлечения инвестиций, три международные конференции, прошедшие дважды в Москве и одна в Минске. После Минской конференции в мае открыто наше научно-производственное предприятие в Беларуси, которое сегодня успешно работает над реализацией данной технологии. 2015 год – год, когда мы определились с участком местности, за который начали бороться в январе, и в июне мы получили этот участок местности под место, которое сегодня называется экотехнопарком, это Минская область, 36 гектар площадью, мы называем сегодня это экотехнопарк, возле города Мариногорка. С июля месяца на территории экотехнопарка в целом 2015 года ведутся работы, и в принципе вы все можете отвистать назад новости, посмотреть большое количество видеоматериалов, фотографий, касаемых строительства экотехнопарка. То есть информация в новостях у нас публикуется практически каждую неделю, не по одному разу о том, что происходит на территории строительства экотехнопарка. В 2015 году важными событиями стали приезд господина Рода Хука в сентябре, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию, способствующую реализации технологий на территории австралийского континента. Получение международного декорационного кода ценной бумаги, так называемой АСИМ, то есть эти коды получили все компании, акции которых сегодня копируются на международной диржевой площадке. Октябрь месяц это открытие нулевого километра, то есть процедура закладки нулевого километра дороги Скайвей, возле города Марина Горка на территории Катехнопарка. Это отчетная конференция, на которой Юницкий рассказал инвесторам присутствию на данной конференции о том, что проделаны, какие перспективы развития технологии. И ноябрь месяц принятие решения руководством нашей компании о привлечении инвестиций при помощи нового продукта, инвестиционного, который называется продажа пакетов долей компании в рассрочку. Это удобно нашим инвесторам и клиентам, потому что инвестируя незначительные деньги ежемесячно, они на выходе получают крупные пакеты долей компании. Это удобно компании стало, потому что наперед мы могли видеть примерное количество денег, которое нам придет от этого способа привлечения инвестиций для использования этих денежных средств на реализацию работ, которые соответствуют каждому этапу развития компании. Всего этапов 15. С момента начала привлечения инвестиций по конец 2017 года разработан 15-этапный план и на каждом этапе есть свой перечень работ, которые необходимо провести для того, чтобы к 2017 году вывести данную технологию на мировой транспортный рынок, уже продемонстрированный и сертифицированный. В марте месяце мы переходим на 9 этап развития. Это было объявлено совсем недавно. Итак, друзья, 2016 год. Чем интересен? Какие события были буквально несколько месяцев назад, несколько недель назад? Первое самое важное. В феврале месяц, 11 число, признание технологии инновационной Минтрансом Российской Федерации. 25 марта заседание рабочей группы экспертного совета Минтранса Российской Федерации признало технологию перспективной доиспользованной территории Российской Федерации. Вот это вы видите, скажем так, сканы, скрины этих документов. Вы, в принципе, можете найти полную версию, опять же, на наших интернет-ресурсах. В 2016 году в начале года было запланировано одно мероприятие, оно называлось «Экофестиваль». В апреле месяце, 23-24 числа, руководство компании планировало его привезти. После того, как технология была признана Минтрансом Российской Федерации, практически тут же пришло приглашение от устроителей мероприятия под названием «Энотранс», которое проходит раз в два года на территории Евросоюза в Берлине. Мероприятие, которое с успехом провели специалисты нашей компании, оно длилось с 20 по 23 сентября 2016 года. Буквально следом было следующее мероприятие под названием «Транспорт и логистика 2016» либо «Белорусская транспортная неделя». Это проходило на территории города Минска, на проспекте Победителей, в Крытом Манеже, которое тоже прошло с успехом. Следующее мероприятие, которое, опять же, это все буквально те мероприятия, которые в начале года не планировались, да, но ввиду того, что мы успешно развиваемся, нам есть что демонстрировать, было следующее мероприятие под названием «Белорусский энергетический и экологический форум». И параллельно ему проходило мероприятие в Мельбурне под названием «23-й Всемирный конгресс интеллектуальных транспортных систем». Опять же, там нас представлял господин Ватхук вместе со специалистами компании «Ауркон», которых он в июне 2016 года привозил в Белоруссию и показывал, что из себя представляет технологии, познакомил с генеральным конструктором. Компания «Ауркон» за свою историю существования разработала и внедрила, скажем так, не один крупный инфраструктурный проект, который стоит там не один миллион долларов США. И на сегодняшний день эта компания вместе с Ватхуком реализовывает данную технологию на территории австралийского континента. И важное мероприятие состоялось в Москве в конце года. Это выставка «Транспорт России-2016» с 30 ноября по 2 декабря. Это, скажем, крупные мероприятия, которые проходили, которых принимала участие наша компания в 2016 году. На всех этих мероприятиях было большое количество специалистов, работающих в сфере транспорта, чиновников разного уровня, со всех уголков мира фактически. Это начинается на Транса, о котором, как я сказал, вы можете, отлистав новости, там на сентябрь месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь выпубликовали материалы, которые были записаны непосредственно во время мероприятия в Берлине. Огромное спасибо Роду Хуку, который нам очень здорово помог. Ну, скажем так, английский язык является его родным языком, он огромное количество людей проконсультировал касаемо данной технологии. Специалисты целого ряда стран Европы, СМГ, Юго-Восточной Азии, Австралии посещали наш стенд на разных мероприятиях, получали информацию, и после этого уже родилось большое количество договоров о взаимодействии с разными администрациями целого ряда городов, муниципалитетов, стран в направлении реализации нашей технологии. Вы видите сейчас фотографии с выставки транспортного действия 2016, где вот посередине фотография с первым вице-премьером Республики Беларусь, которому Юницкий передал документы касаемой технологии, попросил заручиться поддержкой в ходатайстве перед президентом Республики Беларусь о предоставлении 15-километрового участка, продлении участка Экотехнопарка с целью строительства и демонстрации возможности высокоскоростного Skyway. Что, кстати, наверняка возымело свою силу, потому что в начале 2017 года, вы видите слайд, было принято решение руководством страны за подписью президента, что выделить участок для строительства нашей высокоскоростной трассы. Мероприятие, которое следовал на следующей неделе, энергетический и экологический форум, в нем принимало участие порядка 300 предприятий и компаний из 14 стран. И по оценке, точнее, после опроса, который делался среди посетителей данного форума, наш стенд занял первое место по интересу посетителей данного форума. Что еще хотелось бы отметить, на мероприятии на транс, на котором было порядка 2900 с лишним экспозиций, мы вошли в 60 наиболее посещаемых. Это для предприятия, которое первый раз участвует в данном форуме, очень большой успех. Ну и Мельбрун. Принимать участие в данном мероприятии могли только те компании, транспорт которых полностью автоматически либо автоматизированы. То есть транспортные средства перемещаются без участия человека. Данный форум тоже прошел с успехом. И наши австралийские партнеры сегодня, вот и в конце года они присылали отчего, что в первую очередь будут развивать грузовое направление Skyway, потому что на территории Австралии уже есть несколько проектов, которые планируют использовать данную технологию для разработки целого ряда месторождений полезных ископаемых. Далее, транспорт России 2016. Посередине верху вы видите господина Морозова, который в 2009 году предложил президенту Медведеву развивать данную технологию. И он очень обрадовался тому, что увидел специалистов нашей компании на данном форуме, снова увидел нашу технологию. И, кстати, после этого, опять же, данное мероприятие возымело свое действие, потому что после Гайдаровского форума, который был совсем недавно, губернатор Ульяновской области господин Морозов давал интервью и сказал, что планируется строительство дорог по технологии Skyway между двумя аэропортами Ульяновской и центром города. Были представители Московской школы Сколковой экономической школы, Сергей Шаронов, вы видите справа вверху, был министр транспорта Российской Федерации господин Соколов, который не пообещал, а сказал, что порекомендует настоятельно данную технологию губернатору Московской области. И, кстати, в 20-х числах декабря 2016 года руководители двухконструкторских бюро и человек, который возглавляет у нас направление развития адресных проектов, Кирилл Бадуллин, приезжали в Москву и делали презентацию руководству Московского транспортного узла. Были представители других транспортных сфер, которые присутствуют на данной выставке, и железные дороги, авиация. Мы, кстати, находились на этом форуме между Минтрансом России, Ространснадзором и Росавиацией. То есть, по сути дела, в окружении мостов транспортного рынка. Ну, интерес к нашему стенду тоже был очень высок. Важным мероприятием состоялось в начале декабря подписание договора о начале сертификации наших транспортных средств. И первым это будет Юни-Байк, о котором я вам говорил, прокат которого был осуществлен в конце ноября 2016 года. Вы видите, довольного Анатолия Дорозовича Юницкого, генерального конструктора, который в действии увидел свое детище. И сейчас ведутся испытательные работы, снимаются показания, скажем так, каждый день, как себя ведет транспортное средство в разных условиях, путевая структура и так далее. Эти данные нужны для дальнейшей сертификации. Большое количество специалистов мира транспорта, чиновников разного уровня, стали посещать территорию наших КБ в Минске и территорию Экотехнопарка, ну, начиная где-то с середины лета. Потому что мы раньше еще посвящали нашей презентации достаточно большое место, слайду, на котором мы рассказывали о средствах массовой информации, где про нас сегодня рассказывают. Вы знаете, в последнее время мы это просто не говорим, потому что буквально недавно публикация, что, пожалуйста, читайте, там в шести средствах массовой информации вышла статьи и, скажем так, отклики, отзывы о нашей технологии. Практически каждый день в разных углаках земного шара кто-то рассказывает о нашей технологии для широких масс людей. Очень важно, потому что фактически все репортажи стали вестись в положительном ключе. Если мы возьмем в 2014 год, публикации не было вообще, а те люди, которым говорили о том, что вот есть такая возможность, нам говорили, ну что, ребят, вы двух недель не протянете, месяц не протянете, полгода не проживете, год не проживете. Вы знаете, на сегодняшний день уже три года фактически. Я сказал момент, так как началось движение в реализации данной технологии и мы успешно продвигаемся и развиваемся. Делегации, которые посещают территорию Экотехнопарка, они с различных стран, с разных континентов, представители научного, скажем так, сообщества, то есть это и Академия наук Республики Беларуси, представители руководства различных кафедр разных институтов, как Беларуси самой, так и, например, Российской Федерации. Вот, недавно вот приезжал и здесь увидите на фотографии это приезд представителей Санкт-Петербургского Политехнического Университета, которые приезжали на территорию Экотехнопарка, познакомились с Анатолием Дарочем и Ницким и предложили свои как бы так совместные усилия по сертификации нашего транспорта с целью дальнейшего выведения транспортного рынка. Ну и то, что я говорил, выписка из протокола о том, что нам выделена земля еще 16 километров, на которой в 17-м году будет построена путевая структура и продемонстрированы возможности высокоскоростного Skyway. Это то, что касается технологии. Мы с вами говорили, скажем так, о транспорте, мы с вами больше говорили о транспортной сфере. Теперь мы непосредственно перейдем к тому, какие еще возможности есть у каждого человека, соприкасающихся информацией о развитии компании Skyway Capital о проекте Skyway Capital. Буквально кратко о компании. Она зарегистрирована в Великобритании, является официальным партнером группы компании Skyway. Вы можете на сайте найти запись, когда Евгений Кудряшов, руководитель компании, подписывает договор о взаимодействии с Анатолием Городчевым Юницким. То есть мы являемся официальным партнером группы компании Skyway и наша задача привлечения инвестиций в целью финансирования строительства Экотехнопарка на сегодняшний день. То есть все действия, которые делает наша компания, направлены на реализацию технологии. И очень важно то, что платформой, которая является сегодня платформой привлечения инвестиций, у нас по-прежнему является краудинвестинг. Мы не стали ничего выдумывать, потому что данное привлечение денежных средств полностью себя оправдало. То есть те люди, которые нам прощили в 2014 году, что у вас ничего не получится, сегодня, скажем так, стыдливо опускают глаза. Что еще хотелось бы сказать? Буквально это не отступление, это, наверное, часть сегодняшней презентации. Смотрите, внедрение технологий под названием Skyway в транспортную сферу сегодня напоминает приход технологий под названием интернет в сферу коммуникации. Об этом говорят специалисты разного уровня из разных, скажем так, направлений жизнедеятельности человека. Но и мы в том числе. То есть те, кто поверил когда-то молодым людям, начинающим разрабатывать как непосредственно устройства под названием персональные компьютеры, программы для них, да, и устройства, работающие через интернет, это огромное количество компаний, наиболее на слуху из них, да, самые успешные, это Apple, Microsoft, это компания Dell Computers и так далее, и так далее. Вот те, кто поверил этим молодым людям, сегодня себя очень хорошо чувствуют в плане финансов, то есть они обеспечены сами, практически обеспечены будущих детей и внуков, да, и дети и внуки этих людей сегодня занимаются тем, что они любят. Вот, не бакуши бьют, да, а развиваются в том направлении, которое они для себя выбрали. То есть каждый день делают то, что им нравится, то, что им приносит удовольствие. Так вот, если вы распознаете возможность инвестирования выгодного в проект SkyWay, то за более короткое время, да, наш генеральный конструктор настаивает на том, что технология SkyWay гораздо быстрее войдет в мир транспорта, чем интернет вошел в сферу коммуникации, вы можете стать финансово обеспеченным человеком. Задача, которую ставит перед собой проект компании SkyWay Capital на сегодняшний день это привлечь наибольшее количество людей из разных стран мира посредством возможностей микрофинансирования. То есть сегодня у нас может инвестировать в наш проект абсолютно любой человек из разных социальных слоев, проживающих в разных уголках земного шара, потому что минимальные инвестиции сегодня составляют от 15 долларов США и выше. Причем эти условия продолжают быть выгодными на каждом этапе развития группы компании SkyWay. Я просто вам хочу добавить следующее. Те люди, которые пришли в 2014 году, как мы говорим, рисковали больше всего. В тот момент проект был самый, что ни на есть, венчурный, высоко рискованный, потому что были документы, был Юницкий, который сказал, что хочет реализовать технологию и его желание все это сделать. Нашлись первые соратники, сподвижники, которые прониклись и выгодными технологией, и перспективы ее использования в разных уголках земного шара, потому что данная технология изменит жизнь человечества в целом. Она улучшит жизнь людей в тех странах, на территории которых будут строиться данные дороги. Она гораздо... Она сделает наш мир чище, потому что она экологически чистая по сравнению с любой транспортной технологией, которую мы сегодня с вами используем. В принципе, есть возможность повернуть состояние нашей экологии и состояние окружающей среды в пять, в пять, и все-таки передать землю потомкам. То есть, причем с каждым годом эта земля будет дышать все более и более полной грудью, потому что можно будет выбирать те асфальтовые дороги, которые сегодня мы закатали площадь четырех-пяти Великобритании, если все мы это сложим под асфальт, да, и данная земля сможет в итоге потом стать плодородной и приносить свои плоды. На ней можно, по крайней мере, выращивать деревья, которые будут вырабатывать кислород. Одна из задач, которую ставит перед собой компания Skyway Capital, это создать благоприятные условия. То есть, каждый день ведутся работы по улучшению личного кабинета, по упрощению его интерфейса. Каждый человек, который принимает решение разобраться в проекте, может получить информацию и со страниц сайта, и на свою электронную почту, и получить ответы на вопросы от службы по технической поддержке, которая работает 24 часа в сутки на протяжении 7 дней, либо от специалистов нашего отдела информационной поддержки, которые работают в Москве с 10 до 19 часов по московскому времени. И, конечно же, задача – это обеспечить максимальную прозрачность к тому, что мы делаем, и доступность в информации. То есть, все, что происходит в нашем проекте, мы вам доводим практически моментально, когда появляется какая-либо новость. То есть, если вы не снимаете галочки в момент регистрации, что вам не нужна рассылка там, смс, не нужна рассылка на почту, то вам эта информация будет приходить, и вы всегда будете в курсе того, что происходит в нашей компании. Я буквально кратко сейчас пройдусь по тем инвестиционным возможностям, которые у нас с вами есть. То есть, абсолютно любой человек, как я вам сказал, имеет доступ к тому, чтобы получить какой-либо из пакетов долей компании стоимостью от 15 долларов США до 150 тысяч долларов. Это так называемый стандартный прайс-лист нашей компании. Вы видите, стоимость я сейчас выделил, да, и рядом есть толпец, который показывает уровень доходности, либо дисконт, либо венчурную премию, это еще называют. То есть, во сколько раз ваши денежные средства потенциально вырастут к моменту выхода нашей группы компаний SkyWay с технологией на мировой транспортный рынок и на рынок инвестиций. То есть, предполагаемая цена каждой отдельно взятой доли в будущем это один доллар США. По мере реализации технологий в разных адресных проектах, которые сегодня растут, как грибы, стоимость каждой отдельно взятой доли будет только расти. Как это происходит с акциями компаний, которые котируют сегодня на рынке и все компании, которые предлагают людям что-то, что полезно для людей и то, что используется людьми каждый день. То есть, здесь есть, как я вам сказал, возможности приобрести пакет долей компании за незначительные деньги. 15 долларов США сегодня это меньше 900 рублей Российской Федерации. Я выделю вам пакет, который стоит 1000 долларов, потому что некоторые люди говорят, если ты инвестируешь меньше 1000, то это вообще не инвестиция. А некоторые говорят, 10 тысяч инвестиций. Кто-то говорит, да вот инвестиции в нашем мире это 100 тысяч долларов как минимум, хотя сами никогда не инвестировали. Да, действительно, многие виды бизнеса требуют огромных денежных вложений, огромных знаний, ну и определенного уровня смелости. Потому что огромное количество бизнесменов как зарабатывают деньги, так большая часть из них не зарабатывают. Так вот, инвестиции, которые сегодня вы можете сделать, по-прежнему имеют отношение к венчурному проекту, но, тем не менее, нам сегодня есть чем похвастать. У нас, по сути дела, появляются и свои активы, потому что наше предприятие начинает владеть производственными площадями на территории Республики Беларусь, то есть это территории заводов, которые нам на сегодняшний день выпускают необходимые конструкции, узлы, агрегаты для реализации на территории Республики Технопарка. Я говорил, когда говорил про 2015 год, о том, что в конце 2015 года принято решение привлекать денежные средства посредством пакетов, продаваемых в рассрочку. У нас сегодня есть две линейки пакетов с похожим названием Start, Start+, Senior, Senior+, Стабильный, Стабильный+, Бизнес, Бизнес+, Отличие у этих пакетов таково, что если в первой верхней линейке вы сами открываете рассрочку и в течение месяца просто даете информацию людям, а в течение месяца минимум два из них регистрируются в нашей компании по вашей реферальной ссылке и что-то для себя берут стоимостью от 25 долларов и выше, любой из пакетов, вам начисляется дополнительный бонус в размере от 5 тысяч долларов, ой, от 5 тысяч долей компании, извините, до 63 тысяч долей компании на примерный счет. Пакеты с плюсом, они подразумевают немножко другое действие. То есть если вы готовы сделать двойной платеж по данным рассрочкам, то есть 50 долларов, 100 долларов, 200 долларов, либо 400 долларов, то вам по окончанию рассрочки будет начислено такое же количество долей компании 5, 8, 40 тысяч, либо 63 тысячи на примерный счет. Далее у нас есть пакет под названием Business Start. Вот он слева. То есть если вы готовы инвестировать два месяца подряд по 300 долларов США, то вы на выходе получите 75 тысяч долей компании. Но если вы выберете данный пакет и сделаете два платежа в течение суток, не позднее, чем через 24 часа после первого платежа сделаете второй, соответственно вам в подарок компания начислит на премиальный счет 24 тысячи долей. Пакеты Мультипликатор позволяют вам, помимо того, что вы получаете то количество долей, которое перечислено на пакетах под 140 тысяч до 1 миллиона 150 тысяч долей, стать совладельцами больших пакетов долей на выгодных условиях, выплачивая в течение 10 месяцев по 100, 250 либо 500 долларов США. Помимо этого, вам еще суммируется это количество акций, которое вы видите сейчас на слайде с тем, что у вас есть в личном кабинете и дополнительно начисляется либо 1, либо 2, либо 3 процента на премиальный счет в зависимости от выплаченной вами рассрочки. Единожды, то есть выбранная рассрочка, вот выбрали, если вы, например, пакет Мультипликатор, 2, то соответственно вам добавится 2 процента. Если вы потом еще возьмете Мультипликатор 1, то второго, скажем так, дополнительного бонуса не будет. Поэтому определяйте сразу, что вам выбрать. Есть пакеты рассрочек большого номинала на 10 месяцев от 500 долларов до 5000 долларов США. Данные пакеты позволяют вам в июле месяце первого числа приехать на территорию Экотехнопарка, у нас там будет большой праздник, это фестиваль, и к дереву редкоэксклюзивной породы прикрепить свою именную табличку. Владельцы данных пакетов становятся владельцем миллионных долей компании. От 1 150 000 до 14 миллионов долей на 8 этапе, если вы успеете приобрести данные пакеты. Кстати, 8 этап, я вам говорил, у нас заканчивается. Закончится февраль и фактически закончится 8 этап. У нас есть пакеты для разовой покупки большого номинала от 5000 до 50 000. Точнее, извините, эти пакеты с деревьями, а предыдущие пакеты я оговорился, вы просто становитесь владельцами крупных пакетов долей компании. Да, у нас деревья только для тех пакетов, которые вы покупаете сразу. Для людей, которые помогают нам сегодня развивать бизнес, для людей, которые помогают нам сегодня доносить информацию до своего окружения, для людей, которые хотят зарабатывать деньги сегодня, благодаря нашей партнерской программе, у нас есть еще выгодные пакеты, которые вы можете приобрести только с бонусного счета. Бонусный счет это тот счет, на который у вас деньги могут лечь только от бизнеса вместе с компанией Skyway Capital. То есть, если вы создаете свою партнерскую структуру, зарабатываете положенные вам проценты в соответствии с маркетинг-планом, который мы завтра в 18 часов будем разбирать на нашем мероприятии в этой вебинарной комнате, и вы можете эти деньги выводить и использовать их по назначению, то есть то, куда вы запланировали их потратить. Либо вы можете на выгодных условиях купить пакеты стоимостью 250, 400 тысяч и 1800 долларов. С очень хорошим уровнем вознаграждения с уровнем доходности, с дисконтом. Есть пакеты на транс. Вы помните, в стандартном прайс-листе я выделил пакет, который стоил 1000 долларов, и там был дисконт 150 раз. То есть, если вы трижды там купите пакет в стандартном исполнении, то вы получите суммарно 450 тысяч долей. Если вы выбираете пакеты на транс, он у вас выделен желтым цветом в личном кабинете, то за первый платеж вы получаете 150 тысяч долей. Если не позднее месяца после покупки первого пакета покупаете второй, то вам может 200 тысяч начислиться. Если не позднее месяца купите третий после покупки второго, вам еще начислиться 250 тысяч долей. То есть, суммарно дисконт будет 200. Это выгодно. Вы можете оформить пакеты на своих несовершеннолетних детей. Важно, что это рассрочка, которую вы выплачиваете, и что последний месяц выплаты рассрочки выпадал на тот месяц, когда вашим детям еще нет 18 лет. Поэтому, если вы оформили данную рассрочку на своих детей, а им исполнится 18 лет раньше, чем срок действия данной рассрочки, я вам рекомендую данную рассрочку оплатить досрочно. А это у нас возможно. У нас есть партнерская программа, которая вам позволяет создать свой собственный бизнес и заработать серьезные деньги еще до момента выхода группы компании Skyway на международный рынок транспорта и на рынок инвестиций. То есть, это бизнес, который вам позволяет расти по карьере. У нас 6 карьерных ступенек от партнера до топ-эксперта. Соответственно, каждая последующая ступень посулит вам больше вознаграждения от привлечения личных инвестиций и больший процент с глубины, которую вы будете получать. Мало того, с третьей ступеньки, с лидера, у нас начинается начисление на акционный счет. То есть, это тот счет, с которого вы можете только приобретать себе пакеты далее компании. Это еще один подарок компании для тех людей, которые развивают бизнес. Поэтому рекомендую вам, если вы стали партнером и кому-то дайте информацию, как минимум дойти до квалификации лидеров. Но если вы до нее дошли, то вы смело можете двигаться и дальше. У партнерской программы большое количество преимуществ. То есть, даже инвестируя незначительную сумму поначалу, 15 долларов США, вы можете стать очень крупным совладельцем портфеля долей компании в нашем проекте. Вас никто не заставляет подтверждать квалификацию, либо делать какие-то объемы обязательные, ежемесячные личные закупки, товарооборот структуры. То есть, все это здесь отсутствует. Достаточно высокий процент выплат от тех инвестиций, которые вы привлекаете лично, на высшие квалификации. Это 20% от той суммы, которую вы можете привлекать. Глубина до 24 уровня. Никто не может вас ограничить в количестве тех, кого вы можете привести за собой. Тут есть определенный элемент разумности, потому что одновременно работать более чем с пятью активными партнерами практически невозможно. Ну и важно то, что я говорил, начиная с третьей ступеньки. Вознаграждение вам начисляется как на бонусный счет, так и на акционный, который вы можете использовать для увеличения в портфеле инвестиций в нашем проекте. Для тех, кто активно строит бизнес, у нас есть инструменты внутри личного кабинета. Это план вознаграждения, в котором можно разобраться, скачать себе на компьютер в виде слайдов, в виде описаний, и знакомить свое окружение с данной возможностью. Это реферальные ссылки, благодаря которым за вами начинают закрепляться партнеры, которые вы можете отправлять посредством электронной почты, социальных сетей, мессенджеров, в которых вы общаетесь со своим окружением. Но, наверное, важно, то, на что я делаю акцент всегда, отправлять эту информацию тем, кто заинтересован в том, чтобы какую-то информацию получить, в каком-то направлении развиваться. Не спанки просто так, не шлите на электронные адреса, которых у вас может быть много, просто какие-то письма забрасывая, там людей информации, станьте миллионером за 2 секунды и так далее. Сделайте этот бизнес честно, открыто и понимайте, что это процесс. И очень важный момент, у нас есть баннеры, которые могут привлекать инвестиции 24 часа в сутки, если у вас есть интернет-страница в виде блогов, сайтов, страниц в интернете, в соцсетях, которые позволяют выставлять HTML-код. Вы можете зайти, у нас порядка 60 видов баннеров разного размера, вытянутых так, вытянутых вверх, квадратных и так далее. На ваших интернет-ресурсах, где есть поля специальные для расставления определенной информации, вы можете выставить HTML-код, разместить, и там будет красивый баннер, который будет менять свои картинки и привлекать внимание тех, кто на ваши страницы заходит. Вы можете заниматься чем угодно. Вам может нравиться заниматься, обучать кого-то английскому языку. Вы можете там вышивать кристику, вы можете любить рыбалку и писать о ней, вы можете писать про автомобили, про путешествия, про что угодно. Если ваша страница читаема, и на ней будет раздел, который может привлечь внимание, соответственно, нажимая на эту кнопку, люди будут переходить либо на наш сайт, либо на лейдинг-партнеров, ознакомляться с информацией. Если они после этого нажимают на регистрацию, это ваши реферальные партнеры, потому что к каждому баннеру прикрепляется ваша реферальная ссылка. К инструментам мы относим онлайн-мероприятия, которых великое множество сегодня, как я говорю. Практически каждый день в нашей вебинарной комнате на разных языках дается информация о развитии нашего проекта. Это живые презентации, которые проходят в целом ряде городов и стран. Лидеры развития бизнеса Skyway Capital проводят ознакомительные мероприятия, знакомят своих партнеров с тем, как и что нужно делать в личном кабинете и так далее. Это периодически промо-акции. которые у нас проходят. Одна из них, те кто помнит, закончилась с началом февраля месяца. У нас была новогодняя акция на выгодных условиях. Узнать, когда и какое мероприятие проходит легко можно в личном кабинете партнера, выбрав раздел события. Там есть расписание вебинаров, есть расписание мероприятий. Две таблицы, которые вы можете найти на своем родном языке, на тех по крайней мере языках, которые у нас встроены в личный кабинет либо на сайт. Информацию, что в такое-то время будет проходить такое-то мероприятие. Вот здесь у нас видно плохо, но тем не менее. Вот на немецком языке написано, что презентация на немецком языке, время. Нажимаете ссылки, кто проводит, какая тема, как войти в комнату. Либо живые мероприятия. Точно так же мы стараемся их размещать на родном языке тех стран, где они проходят. Было бы желание эту информацию узнавать. Ну и в принципе, если подвести итог всему тому, что мы с вами сегодня говорили, здесь у нас на слайде прописано, что для каждого из вас это отличная возможность принять участие в крупном инфраструктурном инновационном проекте, который может помочь значительно улучшить жизнь вам, даже если она у вас сегодня отличная, потому что вы знаете, пределов совершенства нет. Вашим родным, близким, друзьям, знакомым, всем тем, кто вас окружает, кому вы можете донести эту информацию. Главное, эту информацию не скрывать. Хотя, если вы просто станете инвестором нашего проекта и не будете никому об этом говорить, в принципе, никто вас камнем не кинет, потому что это ваше решение. Мы с вами можем значительно улучшить жизнь людей на этой планете, жизнь города, в котором вы живете. Потому что я знаю нас огромное количество энтузиастов, которым понравилась сама технология, которая на своих местах пытается, скажем так, пробить каменные стены и двери кабинетов чиновников, чтобы они обратили внимание на данную технологию, которая может улучшить состояние транспортной сферы в тех регионах, где люди проживают. Таких людей я знаю много и у некоторых из них получается. Обращают внимание, приезжают, знакомятся с технологией в этот технопарк и подписывают договора о намерениях после сертификации транспорта высока вероятность строительства дорог в тех регионах, которые ознакомились с технологией и поняли преимущества данной технологии. Ну и контакты нашей компании в Москве. Телефон, электронный адрес. По телефону вы можете позвонить и договориться о приходе к нам сюда в офис. Но это надо сделать, потому что 10-15 минут вам уделят, работы много. То есть у нас как бы нет специального экскурсовода, который вводит все по комнатам, знакомые с людьми и так далее. Но тем не менее менеджер вам уделит внимание и ответит на ваши вопросы. У меня на этом все. Хотелось бы сарцентировать внимание на следующем. То, что у нас на этой неделе будет телемост в 12 часов по Москве. И ссылки вы можете найти в расписании ВКонтакте и в нашем расписании. То есть в 12 часов по Москве состоится телемост. У нас заканчивается восьмой этап. То есть вот те количество долей компании, которые вы можете получить при инвестировании денежных средств своих, что вы видели сегодня на слайдах, оно изменится на 9 этапе. То есть стоимость будет та же, а количество долей меньше. Потому что уровень доходности меняется. Венчурность проекта снижается с каждым днем и с каждым часом. Вот руководство нашей компании, я даже не успел об этом сказать, да, уже сегодня не просто встречает гостей, а ездит по миру и знакомит людей с данной технологией. Их приглашают, чтобы они приехали и рассказали. Вот в ближайшее время состоится поездка вторая уже Анатолия Дардуща и Ницкого вместе с Виктором Бабуриным в Индию. Потом они пойдут объемы на Арабские Эмираты, в которых они были в пятнадцатом году, да, то есть там проводили переговоры. Потом будет целый ряд крупных транспортных форумов в Юго-Восточной Азии, где будет представительство нашей компании. То есть каждый день есть специалисты, которые трудятся над реализацией нашего проекта, как непосредственно технология и эко-технопарк строятся дороги, да, с целью демонстрации. Как уже и ведутся переговоры с целью реализации технологии в разных углаках земного шара. Поэтому, друзья, я, наверное, вас поздравлю, то, что вы эту информацию получили, то, что у вас в руках есть данный инструмент, который может вам позволить сделать очень многое за короткий промежуток своего жизненного пути. Причем не важно, сколько вам лет, не важно, какое у вас образование, инженер вы транспорта или о транспорте вообще никогда не думали, да, имейте ли вы отношение к миру инвестиций, абсолютно не важно. Важно разобраться, понять, что это может вам дать. Либо что вы можете уже сегодня дать другим. Если вы правильно будете давать им информацию посредством третьих лиц, как мы говорим, да, вокруг вас есть большое количество людей, которым это важно. Которым важно точнее то в их жизни, чего бы они хотели улучшить. А у вас в руках есть средства либо инструменты. И вот правильно донести информацию об инструменте вы можете тремя способами. Первый – приглашать людей на вебинары, как ваши наставники скажут, приглашать людей на живые презентации, либо приглашать людей на встречу с тем человеком, который вас познакомит с данной информацией. Будете это делать, вероятность того, что за вами пойдет, будет выше. Я не говорю, что она будет стопроцентной. Но если вы это будете делать сами, вам будет веселее, вам будет больнее, потому что вы получите большое количество зуботычин от своих одних близких друзей и знакомых. Они вас видят тем человеком, которого вы есть сегодня или были вчера. Но никак не преуспевающим бизнесменом, возможно, инвестором крупным или большим специалистом в сфере транспорта, который всю свою жизнь занимался проектированием гоночных автомобилей. То есть, если вы к этим категориям не относитесь, соответственно, и в другом разрезе вас будут воспринимать. Если за вас информацию будет доносить кто-то третий, эта ситуация гораздо лучше. А дальше уже ваша задача – вести человека по информации, давать необходимые ролики, приглашать уже на следующие мероприятия, которые более крупные, и просто помогать человеку разобраться. А ваш спонсор, я думаю, вам с удовольствием поможет в том, чтобы вы доносили информацию правильно, и также поможет вам консультировать ваших потенциальных партнеров, а потом уже реально. У меня на этом все. Есть ли у вас какие-то вопросы, коллеги? Спасибо тем, кто благодарит за информацию. Вы знаете, вот эта проблема, которая расширение металла, либо наоборот, об этом говорилось еще, наверное, почти год назад. Из Германии, человек, который печатал информацию о струнном транспорте, о Юницком, задавал этот вопрос. Есть даже видеоматериал, где Юницкий это объясняет, поэтому найдите ролик, где Юницкий рассказывает именно об этой проблеме. Он там четко отвечает на этот вопрос. Посмотрите в новостях даже компании, просто если вы опять же отлистаете назад, у нас был целый видеоролик, какие еще есть вопросы. Спасибо вам всем. У нас сегодня широкая география, от Германии, скажем так, до Благовещенска. Это порядка 9 часов разброса, так что мы сегодня вещали достаточно широко. Вы знаете, на получение дивидендов, Ирина Денина, скажу вам следующее. Смотрите, то есть дивиденды, вы понимаете, да, они выплачиваются с прибылью. Прибыль может быть образована как после строительства дорог и, скажем так, используя транспортных систем, которые принесут прибыль, так в принципе и даже на момент разработки документации и строительства, да, потому что в каждом отдельном случае будут отдельные переговоры, отдельные разговоры. Каким процентом, скажем так, мы участвуем в каждом отдельно взятом проекте, да, какие деньги кто нам будет давать. Вот мы раньше говорили, люди задавали вопрос, касаемый там IPO и прочее, прочее. Смотрите, если в момент реализации сертификации транспорта будет большое количество проектов в разных странах, за которые там люди будут готовы платить и давать живые деньги, по большому счету IPO не будет нужно, потому что у нас есть деньги на строительство, на развитие и так далее. Вот таким вот образом. Как правило, IPO процедура, да, вот, размещение своих, скажем так, акций, увеличение притока капитала извне, нужно тем компаниям, которые хотят получить большое количество денег для каких-то идей, которые они хотят реализовать. Ну вот, например, компания «Руснефть» объявила о том, что они будут готовиться к процедуре IPO, это тоже съедает большое количество денег с целью, скажем так, привлечения порядка 3-4 миллиарда долларов США для того, чтобы эти деньги вложить в разработку трех месторождений, если не ошибаюсь, которые попали, которые они, скажем так, которыми стали они владеть. И они посчитали, что 3 миллиарда мы привлечем, вложим деньги, а на тех месторождениях нефти и газа, которые мы потом продадим, реализуем, заработаем в 10 раз больше. Да, вот для этого им нужны сейчас большие деньги сразу, чтобы это быстро реализовать. Вот таким вот образом. Барта, скажите, пожалуйста, что нужно вам сбросить для презентации, потому что вот я, фото чего? Если вы напишите, я тогда смогу вам ответить. Так, запись я останавливаю, но я думаю, вопросы, если будут, я еще пару-тройку минут.